Более подробно Валерий Васильевич Радаев вам может пояснить на этот вопрос, потому что он этим занимается и многое делает для того, чтобы и Алиса сообщение сохранить, и соответственно, чтобы рапорт работал. В моей точке зрения, конечно, нужно делать все для того, чтобы сохранять предприятия наши саратовские, чтобы они имели возможности наряду с федеральными работать в этой сфере, и, собственно, эту точку зрения излагал и Украинский угол с авиацией, и мы обсуждали этот вопрос, как только возникли проблемы у нашей компании саратов, местных компаний. Что касается строительства нового аэропорта Соборовки, действительно, такие проблемы были. Проблемы и претензии по качеству возводимой газетной полосы была направлена комиссия. По заключению комиссии необходимо переделывать и ремонтировать часть этой полосы, которая выполнена с нарушениями. Это правильно, потому что безопасность пассажиров, граждан превыше всего, поэтому важно, чтобы все было сделано в соответствии с требованиями. И вот эту работу сейчас федеральный заказчик контроля, в том числе Росавиация, как раз ведет. У нас есть проблема на сегодняшний день с финансированием международного воздушного пункта пропуска. На решение этой задачи недостает около 500 миллионов. В этой связи обратился к председателю правительства. У нас было обсуждение этого, вопрос этой темы. И дано поручение Минфингу и Контрацу найти эти средства. Небольшая задержка, она связана с тем, что в прошлом году проваляли строительство Элленберг. И даже те средства, которые были выделены, они были израсходлены где-то на 40%. Нам пришлось опять питься за эти средства, чтобы их восстановить. В этом году еще 10 миллионов везда на эти цели. В итоге вот эти работы, они оцениваются в 34, по его даю, в миллион, где-то порядка в 300 миллионов. Но это средства, опять-таки, они не из бюджета, не из доходной части бюджета Саракской области. Нам этот проект помогает, наверное, Москве. Продолжение следует... Если вы можете позвольте себе отойти от темы, позвольте задать вопросы немножко по теме.